Путь к министерскому креслу мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе, чемпион Европы и мира, начал еще в прошлом году. Тогда 49-летний соискатель снял свою кандидатуру, объяснив решение необъективностью процедуры выборов. В июне, когда должность вновь стала вакантной, Назир Шамсудинов вызов принял. Сегодня, после завершения документальной процедуры, у регионального министерства спорта и физической культуры официально новый руководитель. Нам надо однозначно доработать и презентовать стратегию, где выражены приоритеты развития отрасли. То есть до этого момента, я считаю, что хозяйство было достаточно разбалансировано и, в общем-то, приоритетов практически никто не знал. Все занимались развитием своих узких специализаций, своих узких задач. А что касается стратегии, в общем, я считаю, что ее до этого в целостном виде не было. Ее надо доработать, принять и презентовать. Новый посыл из федерального центра – привлечь к занятиям спортом более 55% населения. Задача, которую нужно и можно выполнять. При этом в приоритете – олимпийские виды спорта. Все остальное стараться вписать в рамки этих посылов, при этом не забывая привлекать в спортиндустрию бизнес. Привлечение иностранного и российского капитала в экономику региона – это и новые рабочие места, и новый толчок для развития отрасли. В этой связи укрепление международных и межрегиональных кооперационных связей – первостепенная задача, которую ставят перед профильным министерством и его руководителем. Мы реализуем комплекс мер в отношении соотечественников, проживающих за рубежом. Кроме того, губернатор ставит задачу расширить это сотрудничество. Мы будем работать не только с соотечественниками, которые проживают в зарубежных странах на сегодняшний день, но мы должны сплотить вокруг себя и тех людей, которые просто выехали за пределы Ульяновской области, которые могут способствовать продвижению наших региональных интересов. Расширение торгово-экономического взаимодействия сотней стран, уже установивших 73-м регионом кооперативное сотрудничество, а также укрепление культурных и научных связей и реализация проектов, направленных на социально-экономическое развитие губернии. Все это отныне будет в ведении бывшего советника-губернатора по внешним коммуникациям. Гульнара Шарипова, Станислав Морозов, репортер 73.